привет всем меня зовут дмитрий и сегодня я хочу рассказать небольшой кусочек того как что мы знаем про анализ причинно-следственных связи с панельными данными но прежде чем начать я хотел бы дарить организаторов за возможность выступить здесь такой совершенно необычный для меня формат очень интересный поэтому спасибо большое прежде всего ирине сухаревой за то что она меня пригласила сюда ну теперь собственно к панельным данным то что я буду рассказывать в основном будет основана на одной из двух статей которые здесь упомянуты первой статье называется синтетик дефренс и я немножко скажу про вторую статью которая называется matrix completion with the nuclear norm panelization for causal panel data models и начнем мы с того что нужно понимать что в современных условиях панельные данные это как бы не редкость скорее более часто встречающаяся ситуация что значит что у нас есть панельные данные это тогда когда мы наблюдаем много наблюдений по времени для одного и того же индивиду или какого-то другого объекта объектами обязательно может быть человек этим объектом может быть город этим объектом может быть какой-то продукт и такие ситуации как бы встречаются как всех компаниях так и в академической среде так и в анализе которые необходим для каких-то государственных служб и наиболее часто встречающаяся ситуация тогда когда нас сначала никаких изменений в системе не происходило все было как бы ровно для всех наблюдений начиная с какого-то периода времени происходит какое-то изменение это изменение затрагивает только некоторые некоторых из индивидов которые могут быть наблюдением которые мы наблюдали и такой такая ситуация называется блочный дизайн почему он блочен, им будет понятно чуть позже, просто вот такое название. И наиболее популярный метод, если посмотреть данные по экономическим статьям, оказывается, что наиболее популярный метод, который используют экономисты для того, чтобы решать такого рода проблемы, когда у нас есть какого-то рода вмешательство, какой-то intervention, который затрагивает одни наблюдения, но не другие, начиная с какого-то периода времени, оказывается, что наиболее стандартным методом является то, что называется DID, difference in difference, разница в разностях, разность разности, потому что есть много разных русских переводов. И, наверное, если вы читали Mosley Harmless Economist, то это то, что Mosley Harmless Economist — панельные данные, больше там ничего не описано. И это действительно то, что используют все экономисты. В последнее время также популярными стали методы, которые называются synthetic control, то есть методы синтетического контроля, если переводить на русский язык. Но люди, которых используют, в основном их используют в ситуациях, когда есть только одно наблюдение, которое было подвернуто воздействием. То есть классический пример. у вас есть Калифорния и 49 других штатов, и вот уходить понять, что произошло в Калифорнии, если бы никакого вмешательства не было. Значит, теперь, собственно, более формально, что мы наблюдаем. Представим себе, что мы наблюдаем две матрицы. Одна матрица — это матрица с нашими переменами, которые нам интересны, с outcome data. То есть здесь могут быть результаты, могут быть какие-то экономические показатели, могут быть какие-то метрики, которые интересуют тех компании, это может быть engagement, это может быть продажи, это может быть что угодно. Важно, что мы наблюдаем по строкам, наблюдаем конкретного индивида или объекта наблюдения много моментов времени, а по столбцам, соответственно, у нас расположены разные индивиды. Почему дизайн называется блочным? Потому что ситуация описывается вот такой матрицей, где часть наблюдений никогда не подвергается воздействию, а часть наблюдений подвергается воздействию только в самом конце. То есть вот есть такой блок, где что-то происходит, а во всех остальных моментах ничего не происходит. И наша задача оценить, что же происходит, собственно говоря, вот здесь, оценить эффект вот этого воздействия для наблюдений, для которых оно произошло. То есть если, например, были города в каких-то, в этих городах, скажем, какая-нибудь компания типа Uber произвела какую-то новую апдейт, каких-то фич, то мы хотим понять, как это повлияло на много разных характеристик, на engagement, на количество поездок. И, соответственно, мы сможем понять, ответить именно на этот вопрос. Какого рода эффект произвел в тех самых городах, где изменения были? Мы не будем пытаться ответить на вопрос, что произошло во всех остальных городах. И, как я уже сказал, сам популярный метод, который используется в экономике, он основан на такой очень простой регрессии, где берутся вот эти самые outcomes, то есть вот эти вот переменные, которые нас интересуют, и происходит обычная линейная регрессия такого типа, где есть двунаправленные фикс-эффекты, то есть есть эффект для каждого момента времени, есть эффект для каждого наблюдения, для каждого индивида, и есть вот эта самая матрица WIJ. И мы нашу гоу оценить, наша цель оценить вот эту вот соответственно, очень просто, это линейная регрессия, если ее собственно прогнать на данных, то вы получите стандартный метод, а именно разницу в разностях, то есть как будет оцениваться эффект для вот этой подгруппы, вы посчитаете разницу между контрольными наблюдениями до того, как что-то началось, и твитмент наблюдениями, и разницу после того, как что-то случилось, и вычисли из одной разницы другую разницу. Лучше такая разность разности. Или что то же самое, можно просто взять и подогнать вот эту регрессию. А когда это работает? Когда такая идея работает? Идейно как бы это работает, когда модель, которая здесь написана, верна. Что это значит? Это значит, что мы считаем, что если бы воздействия нашего не было никакого, то все наблюдения бы развивались параллельно друг к другу. То есть если я мои, мой outcome был на 10 единиц выше вчера, чем ваш, то он также будет на 10 единиц выше и завтра, если ничего не произошло. Это основное предположение, которое за этим стоит. Альтернатива этому методу, который, как я уже сказал, самый популярный в экономике, является synthetic control от СНК, которая была изначально придумана для ситуации, когда у вас есть только одно наблюдение, которое подвергнуто влиянию, то есть только единственная строка, но в последнее время стало использоваться для случаев, когда таких наблюдений больше. и некоторый анализ показывает, что этот метод, он должен работать, если вот этот метод первый работает тогда, когда у нас есть то, что называется параллельные тренды, то второй метод работает тогда, когда у вас достаточно много есть периодов времени и существует способ создать вот это самое наблюдение, которое у вас подверглось воздействию, как бы воссоздать его, используя все остальные. Будет, наверное, более понятно чуть позже. Третья альтернатива вот этому, вторая альтернатива вот этому, это один из как раз тех методов, которые я упомянул в самом начале, про которые я хотел бы рассказать, это то, что называется penalized matrix completion, то есть я даже не знаю, как правильно сказать matrix completion по-русски, поэтому я даже не буду пытаться, и выглядит этот метод следующим образом. идея здесь заключается, идея здесь какая. Вместо того, чтобы оценивать напрямую этот объект tau, мы смотрим на эту задачу, на задачу оценивания воздействия, как на задачу matrix completion, заполнения матрицы. если вы посмотрите на эту матрицу, то можно представить себе, что во всех клетках, в которых ничего не происходило, вы наблюдаете то, что как бы вы наблюдаете benchmark, то есть то, что было бы, если бы ничего не было. Единственная ситуация, где вы этот benchmark наблюдаете, это в этом самом углу, там, где у вас есть, где было какое-то воздействие. Поэтому можно представить, что мы взяли этот угол, как бы закрыли, мы его не видели, и у нас как бы-то возникла такая матрица, в которой мы не наблюдаем нижний блок. Наша задача восстановить то, что написано в этом нижнем блоке. Как это можно сделать? Можно предположить модель для матрицы, и стандартная модель, когда предполагается, что у этой матрицы она описывается то, что называется low-rank structure, то есть есть какая-то матрица невысокого ранга, которая хорошо описывает наши наблюдения. И вот эта задача, которая здесь написана, заключается как раз в том, что мы пытаемся найти такую матрицу. Как мы это делаем? Мы говорим, что давайте возьмем наши данные только для тех наблюдений, которых мы наблюдаем, то есть для тех, которые не были подвергнуты воздействию, и попытаемся их спрогнозировать, используя те же самые двунаправленные эффекты, что и в предыдущей задачи, но в дополнение к этому и также используем вот эту матрицу L, где матрица L мы будем штрафовать как бы за то, что у нее в данном случае большие собственные значения, сумма модулей собственных значений. Это называется nuclear norm penalization, это норма называется nuclear norm, на самом деле это просто сумма сингулярных значений матрицы, и идея здесь в чем, что решение этой задачи даст нам матрицу небольшого ранга, то есть если вы решите эту задачу, то L, которая получится, будет матрицей не очень большого ранга. Это похоже на самом деле на ту задачу, которая возникает, если в обычной линейной регрессии добавить L1 пенализацию и получить вас после того, как вы предсказали, это L, то есть вы оценили его здесь и оценили fixed эффекты, вы берете и уже для тех наблюдений, для которых вы что-то наблюдаете, то есть там, где W, I, J равно единичке, вы просто усредняете и получаете ответ. Такая вот идея стоит за matrix completion инструмент. Значит, какая идея стоит за другой оценка, которую, соответственно, в другой статье, которую я упомянул в самом начале. Здесь идея заключается в том, чтобы пытаться объединить метод, который описан вот здесь, difference and difference, синтетический контроль, как бы пытаться их объединить вместе. Как это делается? Ну, оказывается, что если вы посмотрите на что такое синтетический контроль, то оказывается, что задача, которую решает чисто алгоритмический алгоритм, как работает синтетический контроль, выглядит следующим образом. Вы оцениваете вот такую регрессию, очень просто, есть outcome data, есть временные эффекты, gamma j, есть tau, wij, и есть веса. У каждого наблюдения есть веса. Эти веса суммируются в единицу по контрольным наблюдениям. Такая вот регрессия. Она отличается, заметьте, от вот этой регрессии, тем, что в ней нет alpha i, то есть нет индивидуальных эффектов каждого наблюдения. Как вы видели уже до этого, difference and difference это метод, который решает похожую задачу. В нем есть alpha i, но нет никаких весов. Неконятно, что такое synthetic diff and diff, это вещь, которая объединяет две эти штуки. То есть это регрессия, в которой есть и индивидуальные эффекты для каждого наблюдения, и индивидуальные эффекты для каждого периода времени. Также есть веса, причем эти веса они не просто зависят от индивидула, они зависят также от периода времени. То есть вот это оценка, которую мы предлагаем, и в ней основное отличие от стандартного diff and diff это то, что есть вот эти веса. Вопрос как мы находим эти веса. ответ очень простой. Смотрите, идея весами заключается в том, что мы хотим на самом деле сделать что-то типа difference in difference. Но difference in difference работает только когда, как я уже вам говорил, здесь, когда есть параллельные тренды. если тренды на самом деле не параллельные, то идея весов заключается в том, что если они не параллельны, давайте сделаем их параллельными. Как мы можем это сделать? Мы скажем, давайте мы найдем такие веса, что данные, которые у нас есть, выглядят так, как будто эти тренды параллельны, если мы перевзвесим их используете веса. Что это значит алгоритмически? Алгоритмически это значит, было какое-то вмешательство, усредним наблюдение группы, treatment группы и попытаемся вычесть из них комбинацию, выпуклую комбинацию контрольной группы и какую-то константу, потому что мы хотим, чтобы одно среднее, взвешенное среднее с этими весами, было параллельно другому среднему. И возникает вот такая задача. При этом мы хотим, чтобы веса, которые мы получили, были достаточно ярко выраженными, то есть у какого-то наблюдения не было, что у него большой вес, у всех остальных наблюдений маленький вес, потому что если это произойдет, то наша оценка будет достаточно сильно зависеть от шума данных. Поэтому мы хотим, чтобы эти веса были и более сглаженные по всем наблюдениям, поэтому мы добавляем вот этот дополнительный штраф, за норму, в данном случае за эффективную норму этих весов. То же самое, абсолютно такая же задача, решается для того, чтобы посчитать веса для приютов времени. То есть вот эти lambda j. Окей, соответственно, значит, мы определили эти веса, и что происходит после того, как мы определили их, просто прогоняется эта регрессия. Что значит, что это регрессия? Очень простая регрессия. Она состоит так же, как обычная difference in difference, разность в разности. Здесь тоже происходит разность в разностях, но немножко по-другому. А именно здесь мы считаем период времени до того, как что-то произошло, мы берем среднее наблюдение для будущей treatment группы, правильно? мы взвешиваем каждое наблюдение индивидуальное с одинаковыми весами, но периоды времени мы взвешиваем с весами lambda j. Для контрольной группы мы взвешиваем с полными весами, и у нас есть и omega i, и lambda j. Соответственно, мы вычитаем из вот этого вот это, чтобы понять, грубо говоря, насколько разные вещи происходят здесь против того, что происходит вот здесь. то же самое мы делаем, соответственно, для после того, как произошло вмешательство, но только здесь уже веса по периодам времени везде равномерные. Для treatment группы так и продолжают быть веса равномерные для индивидов, в то время как для контрольной группы веса те самые, которые мы посчитаем. Соответственно, одно вычитается из другого и сравнивается с тем, что получилось здесь. То есть метод на самом деле работает так же, как разность в разностях. Единственное в отличие в том, что вместо того, чтобы считать обычное среднее, мы считаем взвешенное среднее. Ничего сложного здесь не происходит. Я хочу вам показать теперь, как это выглядит на практике. Соответственно, для этого я буду использовать данные из такого классического приложения синтетик контроль метода к Калифорнии. То есть в Калифорнии в 89-м году приняли закон против распространения сигарет и увеличили налог на каждую пачку. И мы хотим понять, как это повлияло на продажи в Калифорнии. Значит, увеличили на 25 центов. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что происходило с точки зрения продаж в Калифорнии до 89-го года, что происходило после. Также мы наблюдаем не все, но многие остальные штаты с точки зрения тех же самых показателей. И как выглядит анализ наш? Если вот мы посмотрим на этот график, то на этом графике изображена Калифорния. Соответственно, Калифорния изображена вот этим пурпурным цветом. Это график реальных продаж Калифорнии. А вот этим голубым цветом изображена синтетическая, грубо говоря, синтетическая Калифорния, которую мы создали после того, как подобрали эти веса, чтобы тренды были параллельны. И мы видим, что действительно они параллельны. И это не просто, это не случайно. Это не то, что данные так оказались. Это мы сделали. То есть мы подобрали веса так, чтобы эта картинка выглядела максимально правдоподобно. То есть эту картинку иллюстрирует веса. То есть на этой картинке нет весов для наблюдения для индивидуальных, для индивидов, потому что они как бы уже здесь усреднены. Но есть веса для периода времени. Мы видим, что мы используем не все периоды времени, которые у нас есть на 70-го года, мы смотрим, а только с самого конца, с 86-го. Все остальные периоды времени оказались, как бы, мы используем просто, когда оцениваем эффект. Дальше, после того, как мы это сделали, мы делаем стандартное упражнение в духе difference in difference. Мы берем среднее здесь, вот за этот период времени, взвешенное среднее. Дальше мы берем среднее здесь, в следующие 10 лет, 11 лет. И вычитаем, считаем разницу здесь и вычитаем ее из разницы здесь. И получаем, соответственно, наш эффект. То есть, наш эффект — это вот эта точка минус вот эта точка. Таким образом, мы смогли посчитать эффект отведения данной политики. Если я возьму и приближу эти линии, они наложатся одна на другую достаточно красиво, и вот получится наш эффект. Вот голубым изображено, как бы выглядел ответ, если бы вместо того, чтобы делать synthetic and difference, мы сделали только бы synthetic control. Отличие synthetic control в том, что он попытается подобрать веса так, чтобы комбинация остальных штатов выглядела ровно, как Калифорния, но не была ей как бы параллельна, а прям с ней совпала. Вот видите, голубая линия, она выглядит достаточно похоже на самом деле на Калифорнию, но она начинает отличаться как раз в те самые-самые последние периоды времени, которые нам кажется играют самую большую роль, потому что, скорее всего, то, что происходит в Калифорнии и здесь, больше всего похоже на то, что происходит в Калифорнии и здесь, а не, скажем, давно, 10 лет назад. И действительно, вот если приблизить вот эти периоды времени, последние периоды времени, мы увидим, что есть такая разница между тем, что мы получаем используя synthetic control и тем, что мы получаем используя synthetic diff. и сдать почти идеально приближают все в данном вот в этой точке, то synthetic control, он в принципе, на самом деле, он смещен на какую-то константу. Если посмотреть на ответ, который получается, то он в принципе получается другим, он получается меньше, ровно из-за этой константы, если мы используем synthetic diff. in div ну если использовать для данного для данного приложения difference in difference метод то вообще ничего хорошего не получится очень большая большой ответ просто потому что на самом деле посмотреть на данные изначально это ничего типа параллельных трендов для них не выполнен а значит втором такую симуляцию как второе упражнение которое вам хотел показать используя эти методы она основана на симуляциях и как выглядит симуляция которую мы мы делаем эти симуляции выглядят следующим образом мы предполагаем что наши данные они сгенерированы следующей модели что есть какая-то сложная матрица которая стоит за данными мы ее генерием и ее зафиксируем она не будет двигаться в симуляциях дальше есть эффект от нашего везде влияние есть какой-то шум считает что шум очень простой шум это будет просто какой-то нормальный шум дальше будет вот эта вот матрица l и что важно какие наблюдения будут поддельно подвержены воздействию быть связаны с этой матрицей что это значит это значит что вы думаете что ну возможно представьте что мы думаем про города да возможно город который там один в котором что-то произошло или например давайте думать про продукт я хочу вот я amazon я пытаюсь понять по историческим данным как повлияли действия скажем мои или мои скажем действия продавцов на продажи и я понимаю что скорее всего те действия которые они предпринимали были связаны со свойствами их продукт иначе говоря было ли принято решение воздействия не было зависит от от того что от матрицы то есть в этом основная проблема эндогенности почему нельзя просто сравнить одни с другими ему потому что мы считаем что разные разные у разных у разных наблюдений одних по контрольной группе других treatment группе разное значение в этой матрице l соответственно именно это здесь и происходит именно это мы предполагаем а как мы я не буду вдаваться в детали как мы конкретно оцениваем как как мы конкретно подбираем параметры симуляции то что я хотел бы вам просто показать показать результаты мне кажется не больше более говорящие чем эти параметры результаты выглядят следующим образом мы сравниваем между собой четыре оценки synthetic difference and difference обычно difference and difference synthetic control и a matrix completion значит в базовой симуляции мы варьируем то каким образом происходит assignment то есть насколько он коррелирует группа с этой матрицы l мы варьируем также количество наблюдений которые подвержены влиянию количество периодов времени которые подвержены влиянию то есть это может быть один период один на наблюдение 10 периодов времени 10 наблюдений один период времени либо вот как везде здесь 10 на 10 а и мы смотрим что происходит то есть среднем средняя ошибка прогноза то есть корнем средней ошибки с корнем с среднего квадрата ошибки прогноз мы видим что во всех пяти случаях кроме последнего выигрывает sdid с точки зрения простой метрики то есть это самый точный метод если мы хотим предсказать что произошло как только мы начинаем что-то менять здесь например вот здесь мы предполагаем что мы случайным образом выбираем кто в какой группе оказывается мы видим что в этой ситуации начинает выигрывать synthetic control хотя sdid все равно не очень далеко что важно difference in difference достаточно серьезно проигрывает в этой ситуации заметим что это эта ситуация может возникнуть в реальности когда вы вы наблюдение отправляете сами решаете в какую группу их отправить когда данные на самом деле экспериментально даже в этом случае в этом случае все эти оценки на самом деле хорошие но оказывается что у них разная совершенно разная точность скажем деф-н-деф это оценка которым можно было бы использовать для оценивать экспериментальных данных у нее достаточно плохая точность в то время как у синтетик дифф-н-деф-н-контрол точность гораздо выше а дальше мы также оцениваем ситуации где возникают разные где мы убираем разные части нашей модели для outcomes то есть мы убираем либо за эту структуру l мы ее просто говорим что ее нету либо часть этой структуры как но и которая относится к в направленном fixed effect либо мы убираем шум и соответственно в разных ситуациях разные методы выигрывают где-то выигрывает difference in difference где-то выигрывает synthetic control а где-то все равно выигрывает но мы считаем что вот эти симуляции которые где мы что-то убираем они скорее не соответствуют тому что мы реально видим в кра на практике то есть на практике мы считаем что все эти элементы присутствуют и поэтому скорее мы живем вот здесь нежели мы живем с точки зрения одной картинки как этом как можно думать результатов нашей симуляции а можно посмотреть здесь увидеть как бы результаты здесь здесь я нарисовал график график ошибки да то есть наша задача предсказать tau насколько мы ошиблись с точки зрения предсказания tau по симуляциям и и я сравниваю то что мы видим здесь с тем что происходит с difference in difference и здесь вот иллюстрируются два важных эффекта которые я считаю что вам нужно вынести из этой презентации в ситуации когда у нас группы которые мы выбрали которые как назовались контрольными или которые казались treatment не случайно синтетик диффендифф гораздо точнее с точки зрения смещения чем difference in difference difference просто смещенная оценка она не даст вам правильный ответ ну что собственно как бы ожидать на самом деле в ситуациях когда случайно были определены группы разделены на контрольную и treatment оказывается что обе оценки не смещенные что как бы ожидаем и потому что если все происходило случайно то difference in difference просто сравнивает два средних до все было случайно значение нужно быть похожи на друг на друга и вычитает их после как бы но это тоже так они похожи что это примерно ноль а так как все было случайно то сравнивать одну группу с другой сегодня имеет как бы полный смысл экспериментальные данные синтетик диффендифф делает умнее пытаясь убрать сконтролировать на эту разницу которую мы наблюдали до нашего влияния несмотря на то что есть рандомизация и мы видим что обе оценки касса не смещенными но синтетик диффендифф оказывается гораздо точнее гораздо с точки зрения распределения просто гораздо оказывается что основная причина почему это происходит это что называется double robustness double robustness в чем здесь выражается в том что если мы находимся в мире где действительно есть в этой матрице l где есть какие-то low-rank low-rank confounders то синтетик диффендифф оказывается состоятельной оценкой если ее нет то диффендифф это хорошая оценка но синтетик диффендифф все равно работает и вот эта вот идея о том что мы работаем в обоих наш наш метод работает в обоих из двух в обоих мирах она позволяет нам на самом деле убирать часть от этого смещения которые есть например в этом мире и наоборот позволяет как бы здесь уменьшить дисперсию тогда когда смещения нет заканчивая на что я хочу сказать я хочу сказать что как будут я рассказал очень быстро про два метода которые можно использовать для того чтобы предсказывать вещи оценивать эффекты причинно-следственных ответственной причинно-следственной связи в с панельными данными я всех всех приглашаю прочесть как бы статьи или хотя прочитать часть этих статей и что важно в панельных данных на самом деле их плюс в том что часто вы можете экспериментировать с реальными данными смотреть что получается потому что у вас есть обычная структура где у вас что-то происходит можно построить симуляцию которая основана на на реальных данных и ключевая вещь которую нужно помнить это что как бы нужно понимать в чем собственно проблема эндогенности когда у вас есть панельные данные что у вас могут быть какие-то скрытые характеристики у каждого наблюдения эти характеристики могут быть выражены вот в этой самой матрице l и это матрица будет определять кто в какой группе оказывается это одна вещь вторая вещь которая хотел бы чтобы вынесли а если как бы читать книжки или читать какие-то статьи прикладные по этой теме то может показаться что то есть классический метод такой как difference in difference есть какой-то другой метод synthetic control есть какой-то еще третий метод matrix completion есть четыре synthetic difference и кажется что они все разные до разных целей на самом деле например с different different synthetic control это у нас очень похожие вещи они это делают происходит в них почти одно и то же и вот идея нашей статьи это в том чтобы просто показать это и объединить это в один алгоритм который может который может который может производить который работает хорошо просто в реальных с точки зрения академической это супер открытая тема здесь происходит крайне много интересных вещей есть очень много интересных статей каждый месяц выходит новая статья поэтому следите пожалуйста за литературой здесь действительно это все очень практически значимо просто как бы ну не хвастаюсь я могу сказать что SDID используется скажем командами некоторыми и в амазоне и думают о том что он имеет смысл его использовать в гугле а также есть некоторые references эта презентация будет опубликована поэтому references вы увидите я хотел просто закончить вот этим слайдом где перечислены software все эти методы которые я которые я рассказывал они все имплементированы в R synthetic control matrix completion synthetic diff and diff и вариация на synthetic control которая называется web maintenance synthetic control тоже имплементирована спасибо за внимание теперь можно задавать наверное вопросы и и и и